Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовки. Это видео-обзор легендарных показов Карла Лагерфельда. Я уже делал видео «5 фактов о Карле Лагерфельде». Если вы его не посмотрели, то все непременнейшие отправляйтесь и смотрите его сразу же после просмотра этого ролика. Хочу вам сразу сказать, что вы можете нажать на колокол и написать ваш комментарий вместе с лайком. Тем самым YouTube увидев. Это поспособствует рекомендации этого видео тем, кто действительно захочет его посмотреть. Вообще жизнь Карла Лагерфельда – это уникальная жизнь. Жизнь, которая для многих может стать действительно ярким и важным образцом философии жизни. Потому что нельзя сравнивать философию Ива Сен-Лорана с философией Карла Лагерфельда, с философией Шанель или с философией Вьюне. Нельзя сравнивать философию Карла Лагерфельда с философией Армани. Да и вообще жизнь каждого человека – это отдельная философия. Мне лично из всех дизайнеров, которые сегодня до нас дожили или которые творили раньше, ближе всего мне философия Карла Лагерфельда в отношении алкоголя, в отношении, потому что он не пил, в отношении книг, в отношении знаний, в отношении распоряжения собственным временем. В общем, я хочу вам сказать, что Карл – это действительно была величина вселенского масштаба. Он не просто был гением, он был сверхчеловеком для меня. Карл Лагерфельд, настоящее имя Карл Отто Лагерфельд, родился 10 сентября 1933 года, но это не точно. Родился он в Гамбурге, и, конечно, не стоит забывать, что он по рождению все-таки немец. И это зачастую для многих было причиной к пониманию его образа жизни. Все размерено как часы, очень структурировано. Карл Лагерфельд известен как дизайнер, известен как стилист, ну и, конечно, известен как сверхталантливый креативный директор многих домов моды, потому что он работал в Шанель, работал в Клёе, работал в Фенди, он работал над собственной маркой. Не буду перечислять все те марки, в которых работал Карл Лагерфельд как приглашенный дизайнер, потому что для многих он создавал нижнее белье, очки, обувь. И это, кстати, очень важно, потому что Лагерфельд вообще создал такую профессию как приглашенный креативный директор, стилист. Это тоже относится к его заслугам. Он был человеком, который смог вычленить ДНК тех домов, в которых он создавал коллекции. А потом уже приглашенные дизайнеры шли по его стопам. Вот на этой фотографии вы можете увидеть молодого Карла Лагерфельда. Сам Лагерфельд переехал в Париже в 52-м году. Два года спустя Карл Лагерфельд получает первое место на конкурсе французского международного секретариата шерсти за пальто. Ив Сен-Лоран получил первое место за платье. Но что же это за пальто? Вот, кстати, этот конкурс. Мы можем здесь увидеть Ива Сен-Лорана. Это было в ноябре 54-го года. Всего было 6 тысяч анонимных заявок. И среди всех победу одержал Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. На тот момент Карлу был 21 год. Предположительно, да? Вот, кстати, то самое пальто цвета Жонкия. И на этом конкурсе был Пьер Бальмен. И когда Пьер Бальмен увидел, что создал молодой дизайнер из Гамбурга Карл Лагерфельд, то предложил ему перейти к нему. И Карл Лагерфельд охотно согласился. И был ассистентом Бальмена на протяжении трех лет. Чтобы вы понимали, кто такой Бальмен, это один из главных, наверное, конкурентов Диора. И вообще они должны были создать единый дом, который мог бы называться Бальмен Диор. То есть вот как Дольче Габбана. Но не случилось, потому что Бальмен открыл модный дом раньше, чем Кристиан Диор. В 54-м году Карл Лагерфельд представил пальто с пуговицами, как у рубашки. А спустя несколько лет уже другие известные модные дома создавали что-то подобное. Вот 57-й год. Баленсиага. Платье. Рубашка. Ну посмотрите, какая невероятная красота. При этом вы должны понимать, что это тот самый Баленсиага. Я, кстати, делал обзоры, показав современного бренда Баленсиага. Посмотрите, вот еще, кстати, 57-й год. Еще одно платье. Платье трапециевидной формы, длиной чуть ниже колена, с круглым вырезом, без рукавов. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что крой Баленсиага отличался от всех других дизайнеров. Вот так это все выглядело. А это, между прочим, посмотрите, это платье на показе. Номер 133. С каждой стороны. И можно увидеть по две боковые выточки. Одна чуть прямее, другая по диагонали. Все это застегивается на 8 пуговиц диаметром чуть больше 3 сантиметров. А пуговицы выполнены из тонкого обрезного шнура. Вот эскизы Крестабаля Баленсиаги. А вот еще одно творение этого дизайнера. Коллекция 57-58 года, конечно же, от Кутюр. Ну, я должен сказать, что спустя некоторое время Карл Лагерфельд перешел в дом Жан-Пату. Это было в 58-м году. Правда, тогда он использовал другое имя. Ролан Карл. Карл Ролан. В доме Жан-Пату Карл Лагерфельд оставался 5 лет. Он создал 10 культюрных коллекций. И вот здесь мы можем увидеть те самые архивные снимки, на которых изображен Карл Лагерфельд. В 64-м году Карл Лагерфельд начинает сотрудничество с брендом Клёэ. Ну, вообще, очень интересно, потому что Карл Лагерфельд создавал вещи и для обувных брендов, например, Шарль Журдан. Вот еще показ весна-лето. Это Ready to Wear, 73-й год, Клёэ, морская тематика, блестки, пайетки и 70-е во всем их величии с оп-артом, с тромплёями, с интересными диагональными полосками, с головными уборами. Вы можете увидеть, насколько Карл был многогранен. Вот, кстати, еще фотографии того же самого года, 73-й год, бренд Клёэ. Да, сегодня это можно увидеть на различных аукционах. Тут вы видите вдохновение Белли Пок, началом 20-го века, шляпы Канатье. Ну и, конечно же, как не сделать тему мариньерок или тельняшек. Невероятной красоты. Посмотрите, какие плечи, какие сочетания. Все это говорит о том, что Карл действительно мог создавать одежду для разных брендов. В 1965 году Карла Лагерфельда пригласили создавать коллекции для бренда Фэнди. А спустя 5 лет он придумал для них логотип, который существует и по сей день. На самом деле это означает фанфурс, то есть веселые меха. Карл Лагерфельд говорил, что в 1965 году сестры Фэнди попросили его сделать небольшую коллекцию мехов. Тогда он подумал, что Фэнди из фан и за 5 секунд накидал наброски из двух букв FF. Вот чуть позже мы узнали это как логотип этого бренда. Лагерфельд действительно смог сделать так, чтобы бренд вышел на меховой рынок. И сегодня Фэнди это один из самых востребованных ателье меховых изделий. Кстати, Карл использовал только натуральный мех. Сегодня в мире есть три группы людей. Первые говорят натуральный мех это нормально, другие говорят это ненормально, третьи вообще ничего не говорят и не высказываются. А вы в комментариях напишите, нужен ли натуральный мех или не нужен. Мех Лагерфельд использовал для аксессуаров, для готовой одежды. В общем, все, что можно было продать и даже для сумок. Вот, кстати, эти самые эскизы, которые можно было увидеть у Карла Лагерфельда. В 1977 году Карл Лагерфельд отвечает за коллекции Ready2V, готовые одежды Фэнди. А годом спустя он уже создает обувь Фэнди. Лагерфельд сотрудничал с дочерьми Фэнди, которые тогда еще принимали участие в работе семейного бизнеса. Ну и Лагерфельд говорил, что в Италии у Фэнди он чувствует себя итальянцем. Он, кстати, говорил на нескольких языках, французский, немецкий, английский, итальянский. Ну это то, что мы знаем. В принципе, я всегда за то, чтобы человек развивал свои коммуникативные навыки и развивал свои знания языка, потому что это действительно очень важно. А вот сестры Фэнди. Скетч Карла Лагерфельда. А вот это очень интересная коллекция, это коллекция Фэнди, весна-лето, коллекция готовой одежды. Карл выпускает коллекцию готовой одежды с ассортиментом традиционно шитых вручную мехов. Фильм, кстати, который вы сейчас видите, был снят Жаком де Бошером. В 1982 году Карла Лагерфельда приглашают в Шанель, в 1983 он делает первую коллекцию. Вообще, в то время Лагерфельд пошел на авантюру, потому что Шанель мало кого интересовал как дом моды. Все считали, что этот дом уже забыт, потому что после Габриэль Шанель прошло 11 лет, и бренд не показывал больших цифр продаж. Но в любом случае, Карл Лагерфельд, отправляясь на блошинные рынки, покупал винтажные журналы и собрал, кстати, большую коллекцию архивов Шанель. Это позволило ему понять, в чем основные ключевые моменты этого бренда. И спустя несколько коллекций он действительно заявил о Шанель во всеуслышание, и все сразу же обратили внимание на этот бренд, который помолодел, который посвежел, который приобрел не просто блеск, с него стерли патину времени, и это очень важно. На этой фотографии вы можете увидеть Карла Лагерфельда в ателье Шанель в 1983 году. Если мы будем, например, смотреть на других дизайнеров, которые создавали коллекцию в то же самое время, например, Тири Мюглер или Ивсен Лоран, Карл Лагерфельд отличался от них. Он действительно брал стиль Шанель, иногда его даже утрируя, и предлагал это все молодой аудитории. И мне кажется, это был очень правильный выход из ситуации кризиса модного дома. Инесс де ла Фрейсаунжа и Карл Лагерфельд в 1984 году. Карл Лагерфельд работал для Шанель, для Фенди, для бренда Карл Лагерфельд. В Шанель он выпускал много коллекций каждый год. Две кутюрные, две предколлекции, круизная коллекция. Не забывайте про митье дар. Лагерфельд говорил, я никогда не жалуюсь на то, что перегружен работой. Именно поэтому многие дизайнеры ненавидят меня. Их интересует только вдохновение. Они могут потратить час, решая, где разместить пуговицу. Это приводит меня в замешательство. Я машина. Тот же самый год Карл Лагерфельд и Инесс де ла Фрейсаунжа. Несколько дней до показа большой коллекции 87-88 года. Вот коллекция Шанель весна-лето 1989 год. И вот вы можете увидеть команду Карла Лагерфельда. А это показ 92-93 года. Карл Лагерфельд. Рядом вы можете увидеть Клаудиу Шифер, Кристи Тарлингтон и Линду Эвангелисту. Конечно же, невероятные платья, невероятный крой. И самое главное, это неизменный образ Карла Лагерфельда. Я рассказал вам немного о Карле Лагерфельде, а сейчас давайте поговорим о показах. Я знаю, что вы смотрите исторические видео не так много, как видео про обзоры нарядов. Но все равно я продолжаю их делать, потому что наверняка есть люди, которым захочется посмотреть это видео. Люди, которые ждут исторических видео. И мне было бы очень приятно увидеть в комментариях ваши размышления по поводу этого видео. А может быть, вы напишите, о ком сделать еще, о чьих показах вам рассказать, о чьей биографии вам рассказать. Спасибо вам за то, что нас смотрите. Итак, первый легендарный показ Карла Лагерфельда. Это показ Фенди «Весна-лето 2008 года». Показ был на Великой Китайской стене. Карл Лагерфельд был не первым, кто решил представить коллекцию в Китае на Великой Стене. До него был еще и Пьер Карден. Китайская стена была построена в Древнем Китае и является одним из крупнейших памятников архитектуры. Это фотография Великой Китайской стены 1907 года. А вот, пожалуйста, показ Фенди. Более чем 12 месяцев готовили этот показ. Креативный директор Фенди не просто изучил историю дома Фенди, не просто изучил историю Китая, а действительно подготовился основательно. 88 моделей прошли по подиуму, который был устроен на приподнятой платформе на отреставрированной части стены, демонстрируя красочное сочетание меха, шелка с пряжками для ремней и фирменными сумками Фенди багет. Карл Лагерфельд использовал круги для того, чтобы создать комбинацию дуг и симметрии, которые символизировали гармоничность. Вот что писал Лагерфельд. Я экспериментировал с вырезами и принтами, чтобы добиться изящного эффекта, который хорошо смотрелся бы на китайских моделях. Китайские модели носили прозрачные и полупрозрачные платья до середины икры, которые надевали поверх шорт соответствующими туфлями на шпильках с круглым носом и ремешками. Лагерфельд понимал, что Китай это важное место для модной индустрии не только в качестве производства, но и в качестве потребления. Поэтому Лагерфельд вывез туда показ Фенди. Невероятный показ. Вы можете себе представить, что видели приглашенные, которых разместили на великой китайской стене? С одной стороны, это вообще хорошо, потому что я уверен, что аренда была немаленькая и деньги пошли на реставрацию памятника. Если можно как-то привлечь инвестиции для того, чтобы отремонтировать памятник архитектуры, нужно это делать. Второй показ Карла Лагерфельда. Это, конечно же, показ Шанель 2012 года. Париж-Бомбейе. Париж-Бомбейе стало напоминанием о том, что европейская индустрия моды все чаще обращается к Индии для производства экстравагантных вещей ручной работы, потому что делать их во Франции стало очень дорого. Дело в том, что я уже рассказывал о том, как создают ткани в Индии. Если вы не посмотрели мое видео «Самые дорогие ткани», посмотрите их. Действительно, мужчины-индусы расшивают эти ткани вручную, а потом такие бренды, как Бальмен и другие, создают из них коллекции. В этом году и бренд Dior создал индийскую коллекцию. Так вот, Лагерфельд задолго до этого, еще 11 лет назад, создал подобную коллекцию, которая бы отражала индийскую моду, индийские ткани, индийские вышивки. Мария Грация Кюри прибегала к помощи женщин-художниц из Индии, а Карл Лагерфельд, учитывая свою насмотренность, создавал коллекции в Париже, создавал коллекции во Франции. Ну и посмотрите, какое сочетание твидовых костюмов вместе с жемчугом, с туниками из дикого шелка, поверх леггинсов с узором пейсли, с асимметричными драпировками по бокам. Лагерфельд использовал много шелка цвета слоновой кости. Это действительно французский шик, интерпретация индийского и французского стиля. Так сказать, мир грез, который Лагерфельд представил на подиуме. Я уже не говорю про модели, я уже не говорю про украшения и, конечно же, про сумки. Лагерфельд никогда не был в Индии. Он говорил, гораздо более вдохновляет не ходить куда-то, чем ходить. Но действительно, знания Лагерфельда позволяли ему создавать разные коллекции. Более 300 тысяч книг в его личной библиотеке. А это, кстати, важно, потому что так нарабатывается насмотренность. И не важно, каталоги у вас или же художественная литература. Все зависит от того, какой деятельностью вы занимаетесь. Я, например, тоже дома имею множество книг. Это множество каталогов, множество коллекционных изданий. И я их смотрю, листаю, и так я понимаю, когда я, допустим, анализирую коллекции, я понимаю, кто откуда что взял, потому что я это видел. В интернете тоже много интересного, но очень много недостоверного. Поэтому я предпочитаю книги, которые были созданы домами моды и уж точно прошли все стадии корректуры и проверки информации. В коллекции много белого цвета, согласно философии индуизма. Потому что белый цвет представляет собой смешение семи цветов. Если мы расположим семь цветов на диске, будем их вращать, то, конечно же, их, не цвета, его диск, диск будем вращать, то получится белый цвет. Это цвет чистоты, святости и цвет мира. Кроме этого, белый цвет, цвет богини знания Сарасвати, которая одета в белой саре и восседает на лотосе. Кроме этого, в коллекции был красный цвет, который важен для индуистов. Они используют его для значимых событий, таких как свадебные церемонии, рождение ребенка и, конечно же, праздники. Красный – это не только цвет парадной одежды, не только цвет украшения в храмах, но и цвет нарядов статуй особо почитаемых богов. Это цвет порошка Синдур, который жених наносит на пробор невесты. Кроме этого, красный цвет в Индии – это цвет богини Шакти, которая олицетворяет свободу. Посмотрите, сколько розового. Это же цвет сари. Сколько невероятных украшений, сколько невероятной обуви. И, конечно же, знаменитый твит, букле, знаменитые ткани Шанель, знаменитые сумки Шанель. А посмотрите, как разместили гостей за большим столом. Все это, конечно же, отличало показы Лагерфельда от показов других дизайнеров. В этом и был его талант – предугадать тенденции и создать то, что не создадут другие. Зеленый цвет – он символизирует мир, спокойствие, ума. Цвет природы, который успокаивает и радует глаз. А сколько было синего? Еще раз покажу вам белые, покажу вам вышивку. Эти невероятные принты, мужские и женские наряды, мужские головные уборы. Ну, разве не красота? Конечно, красота. А вот Карл Лагерфельд в завершении коллекции Шанель 2012 года, Пари, Бомбейе. В этой коллекции можно было обнаружить многие варианты традиционных костюмов, как мужских, так и женских. Я уже не говорю про украшения. Давайте посмотрим еще один показ Карла Лагерфельда. Третий показ – это показ Шанель. Коллекция 2014 год. Ready to wear. Ну, вообще, Карл Лагерфельд представил этот показ в магазине. Как это выглядело? Вот так. Это был действительно Grand Magasin, универмага под знаком двойной буковки С, как говорят французы. На этом показе можно было увидеть моющие средства, картофельные чипсы, газировку. И тут даже был отдел оборудования, которым была представлена цепная пила с настоящей цепью Шанель. Почему магазин? Потому что Лагерфельд утверждал, что мода сегодня – это супермаркет. Ну, правда, вы смотрите, что создают дизайнеры, и как они миксуют тенденции. Это действительно такой огромный магазин. Подиум Шанель вместил в себя необычное разнообразие силуэтов и огромный выбор вариантов от рваной спортивной одежды Кары Дельвини до чехлов из свернувшихся цветов, которые появлялись в конце показа. Тут можно было увидеть корсеты от кутюр, можно было увидеть платье-халаты с рваными краями и даже черный бархатный комбинезон. Это же торжество эпохи потребительства. Здесь можно было увидеть и классику, и спортивную коллекцию. Ну, вот даже вот здесь. Это своего рода триумф спорта. Твидовые костюмы, перчатки в сочетании с кроссовками, ботинки на шнуровке, цветометалик, леггинсы и даже стеганые кожаные куртки. Ну и, конечно, не забывайте, пожалуйста, что в то время Карл Лагерфельд способствовал тому, чтобы люди покупали кроссовки Шанель. Поэтому вот так он их представил. На многих, кстати, моделях были эти кроссовки, а также ботинки на плоской подошве со шнуровкой. Такая обувь была во многих образах, делая их автоматически удобными и подходящими к любой одежде. Кроссовки стали важной частью того самого показа. Кроссовки, которые были созданы с нуля. Лагерфельд утверждал, что если вы хотите выглядеть смешно, то отправляйтесь в супермаркет на каблуках на шпильке. Ну и правильно, потому что одежда должна быть удобной. А вот сам Карл Лагерфельд. Посмотрите, пожалуйста, на то, как демонстрировались сумки. Вы видите, да? Это сумки в пакетах. Действительно, все вокруг говорило о супермаркете. Даже вот эта сумочка, которая вмещала в себя три или несколько сумок Шанель. Такая вот корзинка, вы видите? А на фоне стоят настоящие продукты. На товарах буковки С, которые многие с собой потом просто унесли как трофеи этого показа. Еще один показ Карла Лагерфельда это показ 2017 года. Культурный показ. Где он проходил? Проходил он в Гран-Пале. Что такое Гран-Пале? Гран-Пале это удивительный, удивительный архитектурный объект. Гран-Пале, большой дворец, был создан для всемирной выставки в Париже в 1900 году. Вот здесь мы можем увидеть Гран-Пале и мост Александра Третьего. Один из самых красивых мостов Парижа с двуглавым орлом посередине. Конечно же, вот, пожалуйста, вам 1909 год Гран-Пале. Это Салон де Лукумассио Айрьене. Невероятный выставочный зал, который, в отличие, допустим, от Кристал Пелос в Лондоне, не разобрали, а оставили по сей день. Для показа осенней кутюрной коллекции Карлу Лагерфельду нужна была Эйфелева башня. Дело в том, что ее возвели прямо в Гран-Пале. Конечно, она была не такой большой, как настоящая, но тоже не маленькая. Вы можете видеть, что это не вся башня. Ее не достроили, а сверху пустили дым, как будто бы она в облаках. Самое удивительное, гости сидели на стульчиках, которые можно увидеть в различных парках Парижа. Зеленые стулья. Куку Шанель любила Париж, и я вот тут читал, как она ненавидела Америку, и всегда, когда приезжала, хотела уже уехать, поэтому выбор Эйфелевой башни был обозначен любовью Габриэль Шанель к столице Франции. Тут был, конечно же, и твит, и костюмы, и уже устоявшиеся фасоны, и пуговицы, и стежка, и даже фасоны обуви начала 20 века, и шляпки, с которых когда-то, будучи модисткой, начинала никому неизвестная Куку Шанель. Вот так это все выглядело без зрителей. Зеленые стульчики, зелень, Ла Тур-Эфель, Эйфелева башня, которую нужно было установить, покрасить. Вот те самые основания для этого великого монумента. А вот посмотрите, как работники собирали эту Эйфелеву башню специально для Карла Лагерфельда. Вы понимаете, да, что он имел неограниченный ресурс компании Шанель, и они делали все, что он хотел. И правильно, потому что то, сколько денег приносили продажи кутюрной коллекции, даже прото-порте, я уже не говорю про косметику, позволяли делать подобные показы. Художником-постановщиком этого показа был Стефан Лубрина. В этой коллекции 2017 года, кутюрной коллекции, классическая тесьма Шанель была воспроизведена в пене перьев, в цветах, взятых из пятнистого твида. Образ 63 коллекции 2017 года представлял собой силуэт Эйфелевой башни. Это было вечернее платье из ярусов плессированного черного тюля, которое было оторочено гигантскими розетками из перьев. И должен я вам сказать, что это платье создали всего за две недели до показа. Очень важно сказать, что Карл Лагерфельд создавал эту коллекцию для того, чтобы показать многообразие Парижа. В этой коллекции можно было увидеть невероятные жакеты поверх узких юбок, доходивших до голени. Все это напоминало о тех самых дамах полусвета с фотографий времен до Первой мировой войны. Здесь же можно было увидеть шляпы Шанель Канотье, которые так походили на то, что Габриэль Шанель сама носила и предлагала вдовили тем клиентам, которые бежали от Первой мировой войны в Нормандию. Ну и конечно, на мой взгляд, это торжество, это на самом деле восторг и удивление перед талантом не только Карла Лагерфельда, но и всех тех, кто находится в доме Шанель. Кто создает выкройки, кто работает над конструкциями, кто вышивает, кто создает перо и обрабатывает его, потому что с пером тоже нужно уметь как-то взаимодействовать. Это сапожники, которые создали эту обувь, это модистки, это шляпники, которые создавали все эти невероятные головные уборы. И это сразу читается. Понятно, что это Шанель. Кстати, Ан-Идальго, мэр города Парижа, она вручила Карлу свою высшую награду, Медаль Грань Вермей Ду Лавиле. Это медаль города Парижа, которая была создана в 1911 году, существует в различных вариациях. Она есть в бронзе, в серебре, в золоте Вермей и Грань Вермей. В общем, Карлу досталась высшая награда. Еще один показ, это показ Шанель весна-лето 2019 года. Невероятная красота этого показа. Шанель Прето-Порте весна 2019 года отправляла пришедших к морю. Девушки носили по две сумки сразу. Наверху чуть дальше можно было увидеть спасателя, который следил за тем, чтобы никто не утонул. Девушки шли по песку, шли по воде. Действительно создавался эффект прилива, прибоя. Несколько спасателей, кстати, он тут не один, смотрели за тем, чтобы девушки не утонули в случае чего. Великие идеи Габриэль Шанель вновь нашли свою интерпретацию на этом показе. Это и логотипы. Это, конечно же, и карманы. Это и пуговицы. Ну и безусловным, наверное, элементом этой коллекции стали сумки, которые представил Карл Лагерфельд. Всевозможные объемные жакеты Шанель в виде жакетов, в виде пальто, в виде курток были продемонстрированы как пляжная одежда. Поверх шорт, поверх юбок и, конечно же, поверх брюк. Обратите внимание на эти невероятные соломенные шляпы. Казалось бы, ну что может быть проще? Но нет. На то, чтобы создать такую коллекцию, нужно было потратить немало времени всему от Илье Шанель. Ведь за каждой коллекцией стоит множество людей, создающих ткани, бижутерию, головные уборы, обувь. Посмотрите, как публика с восторгом принимает этот невероятный показ. Ну кто еще, кроме Лагерфельда, мог сделать показ прямо на песке, не выходя за пределы Парижа, не выходя за пределы Франции? Невероятный показ. Посмотрите на этих моделей. Кстати, тогда Карл Лагерфельд вышел не один. Он вышел с Виржини Виях, которая в дальнейшем продолжит создавать коллекции для бренда Шанель. Ну и последний показ на сегодня, это показ зимней коллекции 2019-2020 года. Дело в том, что Карл Лагерфельд задумал создать этот показ в Гран-Поле и переместить гостей во французские Альпы. То есть вот в те самые курорты, на те самые курорты, где была Габриэль Шанель. Это ведь альпийская гостиница Шанель Гардения. В этой коллекции было много брючных костюмов, было много клетчатых твидовых пальто, которые Карл Лагерфельд создавал вместе с Виржини Виях. На показе было 2600 гостей. Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Жанель Моне, Кристин Стюарт, Стелла Теннант. Не стоит забывать, пожалуйста, что это был последний прощальный показ омаж Карлу Лагерфельду. Многие из клиентов прилетели со всех уголков мира, чтобы вспомнить о Карле Лагерфельде, о том, что он создавал на протяжении многих лет для Шанель. Сильвия Винтуринь и Фенди сообщила, что за день до своей смерти он разговаривал по телефону и отдавал указания по поводу коллекции. Да, именно тогда представители бренда подтвердили, что Виржини Вияр, которая была правой рукой и преемницей Лагерфельда, продолжила создавать одежду для показа после его смерти. Ну и в журналах она упоминалась как соавтор коллекции 2019-2020 года. В конце показа из звуковой системы прозвучала запись интервью Карла Лагерфельда для прессы. В нем он рассказывал на французском о своем решении устроиться на работу в Шанель 37 лет назад. Модели, которые несли эти знаменитые костюмы, шли и плакали. На мой взгляд, это была одна из самых грустных коллекций Шанель. С одной стороны, она действительно была феноменальной, с ее потрясающими пальто, невероятными костюмами, с ее шортами, с обувью. А с другой стороны, все понимали, что закончилась эра модного Казера, что больше не будет такого дизайнера, который создавал коллекции для этого бренда, который возродил его, который увеличил годовые цифры продаж, который изобиловал невероятной креативностью и который никогда не повторял себя. Работая как машина, Карл Лагерфельд навсегда останется не только в истории модного дома Шанель, Фенди, Клюэ или собственные марки, он останется в истории человечества. Как потрясающий дизайнер, как хороший стилист, как невероятный фотограф, как оформитель интерьеров, как издатель и как та самая личность, как сверхчеловек, который стремился как-то разукрасить этот мир. И ему, кстати, это давалось сполна. Наследие Карла Лагерфельда большое. Он прожил достаточно долгую жизнь, 85 лет. До конца жизни он занимался любимым делом. Сегодня у его идеи есть последователи. Он вырастил немалую когорту новых дизайнеров. Он создал свой собственный иконический образ, который и по сей день является одним из самых узнаваемых в мире моды. В комментариях напишите, как вам это видео, понравилось ли оно вам, какие показы вам запали в душу. А может быть вы напишите, о каких дизайнерах сделать видео или о каких показах вам в следующем видео поведать. Обязательно напишите комментарии. Я все равно со своей командой стараюсь делать для вас контент, чтобы вы узнавали что-то новое. Мода не нужна всем. Это правда. Но иногда можно в нее окунуться. Посмотреть в тонкость вышивок, в тонкость конструкции, посмотреть в невероятный крой и посмотреть на то, как создаются коллекции, которые можно приравнять к искусству. Ведь мода, как часть декоративно-прикладного искусства, является частью мирового искусства. Нажимайте на колокол и рассказывайте об этом канале вашим знакомым, потому что здесь говорят о культуре моды.